МАХАЧ КУРБАНОВ Земли сельхозназначения используют не по назначению. Очередную стихийную свалку выявили теперь в Кругахтенском районе. Фонар Макгрегор в Москве, но говорил больше о Дагестане. Подробности пресс-конференции ирландца сегодня в выпуске. Мой Дагестан на портале. Теперь вся информация о ходе реализации проектов будет на специальном сайте и доступна для пользователей сети. В презентации инициативы Минкомсвязи прошла в историческом парке «Россия. Моя история». На мероприятие присутствовал и глава региона Владимир Васильев. Все подробности в материале Зумруд Гамидовой. Около 2 миллиардов рублей на обеспечение людей качественной питьевой водой. Проект «Мой Дагестан. Моя вода» позволит полностью изменить вопрос с водой в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию уже в этом году. «Приятно, что у нас в этом году в три раза выросли объемы финансирования строительных объектов. В три раза. Из федерального бюджета. Больше. И в три раза больше построен из геонального бюджета. Это радость, да? В три раза. А все это стало возможным, потому что люди, которые, новые люди, которые пришли и проявили новый подход, стали экономить и получать больше налоговых и налоговых поступлений». Второй проект касается дорог. В его рамках 770 миллионов рублей будет выделено на ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц. К слову, в истории Дагестана такое происходит впервые. Предстоит ремонт около 180 дорог, что составляет 1 миллион квадратных метров дорожного полотна. Теперь вся информация о реализации стратегических инвестиционных проектов «Мой Дагестан» размещена на специальном портале. Презентовал сайт профильный министр Сергей Снегирев. «От реализации всех трех проектов, которые связаны со всеми муниципалитетами». Мероприятие проходило в историческом парке «Россия – моя история». С момента открытия его посетили более 500 тысяч человек. Об этом на представлении нового руководителя музея сообщил глава региона Владимир Васильев. Новым директором культурного комплекса стал один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Тимур Велиханов. Мы его поздравляем с назначением и надеемся, что под его руководством деятельность музейного комплекса продолжится и будет более насыщенной, интересной, выбирающей как можно больше гостей и распространяющих лучшие знания, практики, как можно более широкому кругу жителей нашей республики, да и гостей, которые тоже с интересом посещают этот парк. Исторический парк «Россия – моя история» становится знаковым местом в культурной и политической жизни республики. Владимир Васильев выразил уверенность, что при новом руководителе музейный комплекс продолжит свое развитие. Зумруд Гамедова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 100 человек из Москвы хотят стать спонсорами проекта «100 школ». Владимир Васильев в рамках встречи с представителями бизнеса сообщил об этом накануне. Руководители региона напомнили, что проект «100 школ» за два года дал возможность привести в улучшенное состояние 334 школы республики. Напомним, на каждое образовательное учреждение в рамках проекта выделяется 2 миллиона рублей из республиканского бюджета, а часть работ софинансируется местным муниципалитетом и меценатами. В Кармдахкенском районе земли сельхозназначение буквально утопает в мусоре и грязи. К такому выводу пришли специалисты Россельхознадзора в ходе рейда. На протяжении уже длительного времени на площади почти в 2 гектара скопились отходы, которые выбрасывают жители из близлежащих населенных пунктов. В настоящее время установлено, что арендатором данного участка является СПК «Мугурук». По данному факту проводится проверка. Идет сбор материала. Кизлярский электромеханический завод в 2020 году планирует создать свою авиакомпанию. По словам гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова, ядром парка авиакомпании станут четырехместные самолеты МАИ-411. В ближайшие четыре года завод планирует изготавливать десятиместные самолеты и самолет-амфибию. На сегодняшний день предприятием в Кизляре возобновлена полоса на 1500 метров и строится полоса в горах Шамильского района на высоте 2200 метров. Планируется, что подобные самолеты будут использоваться для санитарной авиации, развития туризма в регионе и при различных чрезвычайных ситуациях. В соцсети пестрят кадрами жутких аварий на дорогах. Но не всякие, может, вместо съемки кинутся спасать еще живых людей. Таких неравнодушных мало, но они есть. История одного тяжелого ДТП, свидетелем которого стал герой нашего следующего сюжета, расскажет Луиза Раджабова. Подробности аварии, из-за которой Савдула оказался на больничной койке, сам он не помнит. Нет, ничего не помню. В ту ночь трое друзей ехали по федеральной трассе и врезались в припаркованный на обочине грузовик. Их машину сплющило, как консервную банку. В живых остались чудом. Врачи предполагают – водитель заснул за рулем. Теперь путь к выздоровлению для пострадавших только начинается. У Шавруханова у нас был разрыв селезенки, и учитывая разрыв брыжейки, плюс черепно-мозговая травма с открытыми множественными ссадиями, с дефектом мягкой ткани головы. После операции он себя чувствовал, как и положено тяжестью такой перенесенной операции, с его всей травмой. В общем, больной идет медленно, постепенно, но уверенно на поправку. Для Руслана трасса – привычная дорога с работы домой. Невольно став свидетелем перевернутого автомобиля, он обнаружил молодых людей, которые пытались выбраться из машины. Среди них был и Савдула. Оттащить ребят на безопасное расстояние было крайне важно. Из багажника шел газ. Но багажник открыть мы не могли. Машина была деформирована, из-за этого ничего не открывалось, ни двери, ничего. И в этот момент я увидел, что, услышал, что человек подает какие-то знаки, голоса, которые зажат под машиной. Он был жив. Сперва мне показалось, что это уже, как бы, человек не живой. Я решил, что нужно машину перевернуть, как бы, да. И мы хотели перевернуть, но был риск того, что машина может взорваться. Я тогда начал выкрикивать, у кого есть огнетушитель. И вспомнил, что у меня у самого машины есть огнетушитель. Именно на дорогах федерального значения в последнее время происходят самые страшные аварии. Чаще всего виной выступает человеческий фактор. Езда не в трезвом состоянии, превышение скорости, усталость и, как следствие, заснул за рулем. Савдуле и друзьям повезло. Рядом оказались люди, которые поспешили на помощь. Однако так бывает не всегда. Вот я осторожная дорога, вот чем могу сказать, и все. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости Нанте, Махачкала. Дагестанец Магомед Исаев выиграл чемпионат мира по самбо среди мастеров-ветеранов. Турнир проходил на Кипре. Исаев доминировал в весе до 90 кг. В возрастной категории от 60 до 64 лет. Победа в городе Лимассол стала для дагестанского мастера третьей в карьере. В 2008 и 2015 годах он уже признавался лучшим на мировых первенствах. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 25 стран. Скандально известный боец UFC Конор Макгрегор начал раскрутку реванша с дагестанским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня ирландец прилетел в Москву и сразу же дал пресс-конференцию. Макгрегор говорил о сильной любви к столице России, анонсировал возвращение в январе и другие свои планы на будущий год. Выражая желание отомстить Хабибу за поражение годичной давности, Конор не скупился на провокации в адрес дагестанца. Это достойный сюжет, достойный фильма Рокки. Я хочу, чтобы россияне увидели такой сюжет. Он может хвастаться всеми, кого он одолел. Он может бежать, но ему не скрыться. Ирландец не первый раз позволяет себе задевать чемпиона в легком весе. Напомним, сам Хабиб Нурмагомедов, говоря о возможном реванше, недавно подчеркнул, что этот бой еще нужно заслужить. И Макгрегор как боец для него уже не интересен. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вам приятного просмотра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова